Всем привет, с вами Ганзи. Сейчас мы разберем, почему же Хирозен не взял к себе Наруто. Как сделал это Наруто, будучи седьмым Хокаги, когда приютил к себе Каваки. Итак, почему же Наруто приютил Каваки? Начнем с этого. Наруто имеет стабильную семью, которая хорошо и без каких-либо трудностей может встретить и принять нового ребенка. Также у него в семье есть ровесник Каваки, его сын Баруто. Баруто страдает от той же проблемы, что и Каваки. Наруто знает, что карма связана со Цуцуки, которые умеют пользоваться пространственно-временными дзюцу. Учитывая это, только Наруто может обеспечить ему безопасность. А теперь, почему же Хирозен не приютил к себе Наруто? Смотрите. Хирозену было 56 лет, когда Наруто родился. Это уже не просто, ведь младенец нуждается в уходе, причем практически безостановочном. Хирозен потерял свою жену во время атаки Девятихвостого. Мужчина, которому почти 60 лет, одиночка. Он не может вырастить младенца. Дети Хирозена были взрослыми джоунинами из Анбу. Если так подумать, на них скидывать маленького Наруто тоже не вариант. Давайте взглянем на еще один, не менее важный факт. Это его загруженность в обязанностях Хокаге. Сразу после нападения Девятихвостого, Хирозен был просто завален обязанностями, пытаясь минимализировать ущерб, расследовать нападения и куча-куча всего. Пока он все это делал, защита для Наруто все равно была обеспечена. Также ему требовалось разбираться с бунтующим кланом Мучиха и надвигающимся переворотом, который они затевают. Потом уже приходилось разбираться с резней клана Мучиха. Хоть он там особо не вникал, но как-то 50 на 50 нам это показали. Все равно, времени, как вы понимаете, чтобы плотно заниматься ребенком в такое-то время, да вообще что-нибудь делать другое, помимо этих важных вопросов, у него не было. Кто-то скажет, что у Наруто тоже миллион обязанностей на посте Хокаге. Да, но ему не нужно лично ухаживать за Каваки, а Хирозену пришлось бы. Каваки 13-летний пацан, который может позаботиться о себе сам, пока Наруто работает. С малым Наруто дела обстоят по-другому, это понятное дело, все сложнее гораздо. Также у Каваки есть Хинато в качестве мамы, которая при надобности может за ним и приглядеть. Хирозену пришлось бы лично присматривать за Наруто, и никто бы ему в этом должным образом не помог. Также давайте взглянем на то, что безопасность Наруто могла бы быть под опасной угрозой, если бы он жил у третьего Хокаге. Жизнь Наруто бы подвергалась большей опасности, живя он у Хирозена. На третьего Хокаге постоянно совершали покушения, и они могли бы с легкостью воспользоваться малым Наруто, взяв его в заложники, например, или еще хуже, просто убить, если это нужно было бы. Поэтому Хирозен держал Наруто на дистанции и ухаживал за ним секретно. Он также поручил нескольким джоунинам не спускать с Наруто глаз и обеспечивать его безопасность. Да, здесь я соглашусь, над этим можно было бы лучше постараться, так как были косяки в таком ухаживании, и джоунины не особо якобы следили, потому что Наруто с тем же Мизуке сражался, я помню, и где тогда были джоунины, которые должны, в принципе, следить за Наруто всегда. Но не может быть все идеально, согласитесь. Что же сделал Хирозен для Наруто? В общем, изначальным планом Хирозена было сохранение правды насчет Наруто, и он хотел дать Наруто пожить жизнью обычного сироты. Не забываем, что Хирозен присматривал за несколькими сиротами одновременно. В 180 серии Баруто об этом говорилось, кстати. Однако Данзо раскрыл публике информацию о том, что Наруто является джинчурики Курамы. Чтобы защитить Наруто, Хирозен создал правила, запрещающие любые разговоры о Девятихвостом. Это максимум того, что он мог сделать, так как нужно было соблюдать хоть какой-то баланс и правильно пользоваться своей властью. А на мнение людей он уже повлиять особо не мог. Что, он их заставит, что ли? Нет. Люди будут как бы бунтовать и возмущаться. Ну и подводя итоги, можем назвать сравнение Наруто и Хирозена, как тех, кто взял к себе кого-то на опеку, некорректным, неправильным. Поскольку они имели разные обстоятельства, и действия их, соответственно, были разными. Оба Хакаги принимали идеальные решения для сохранения безопасности детей в деревне. Не сделай Хирозен то, что он сделал, Наруто был бы совершенно другим человеком, скорее всего. То же самое относится и к Каваке. С вами был Ганзи. Еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok